Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Яичница, курица участвовала, а свинья отдала себя полностью. Про стратегии. Я буду рассказывать про стратегии в производственных компаниях и инжиниринговых и коммерческих небольших. Про ритейл я не знаю, поскольку не работал в ритейле, и там я знаю, что работают немножко другие механизмы. Поэтому сразу такой дисклеймер, чтобы не было там споров каких-то. Вот у нас так, а здесь по-другому. То есть фокус у меня на производственной компании, поскольку сам проработал большое количество лет в компании Сибур. Далее перешел в компанию Газпром Бурения, сейчас работаю. Соответственно, опыт именно производственный. Прежде чем начнем с презентации, я бы хотел понять публику, насколько кто-то осведомлен, что такое категорийная стратегия. Категорийный менеджмент закупки. Можете поднять руки, кто знает, что такое категорийный менеджмент? Ну, где-то, наверное, процентов 40, я так понял. Ну, вот, чтобы начать такой разговор про категорийный менеджмент, наверное, стоит определиться, что такое стратегия, как вообще она работает. Но прежде чем и к этому мы перейдем, есть структуры. Я долго думал над тем, какие структуры вообще бывают и как вообще подойти к категорийному менеджменту. Сначала надо разобраться со структурой. Вот на практике производственных компаний я встречаю, наверное, вы тоже часто встречаете, что в основном это состоит из, значит, блок МТО, да, или обеспечения. В нем, значит, есть какие-то менеджеры, там, руководители отделов, там, отдел 1, отдел 2, там, и там логистика бывает. А здесь у нас, значит, рядовые специалисты такие, значит, многостаночники. Они могут все, они и покупают, они знают рынок, они знают, как доставить, они документы оформляют, потом закрывают эту отгрузку. Они решают какие-то проблемные вопросы, то есть делают все от заказа, значит, до уже поставки непосредственно. Ну вот у меня сейчас так, вот я перешел в компанию «Газпром Бурение», примерно такая же структура, хотя компания достаточно современная. Чем это плохо? Ну, тем, что, там, даже Форд говорил, да, что нужно, чтобы был конвейер, чтобы каждый занимался своим каким-то делом. Когда там все в куче, то, ну, как правило, во-первых, этот человек незаменимый сразу становится, потому что только он знает, этот, там, Володя, он только знает, как вот с этим договориться, чтобы поставили трубу, и вот чтобы она обязательно приехала в определенное время. Во-вторых, не получается глубоко эти вопросы все проработать. Поэтому существует такая достаточно классическая схема, там, работы по структуре НТО. Она выглядит, ну, примерно, да, давайте ее вот так нарисуем. Из чего она будет состоять? То есть это, ну, там, какой-то руководитель у нас, да, прокьюрмент, менеджер. У него несколько будет направлений. Первое – коммерческий блок, да? Тот, кто фронтит, кто отвечает как раз за взаимодействие с внешним рынком, кто закупает, кто организует всю внешнюю деятельность. Дальше, ему нужны помощники, да, которые дальше будут его сопровождать. Это, ну, есть в производственных компаниях приемка, да, инспекция, потому что бывают какие-то сложные грузы. Прошу прощения, совсем плохо видно коллегам вот с того угла. Может быть, вам нарисовать, отойти и еще раз показать. Пока, да, вот, коммерческий блок, у меня тут немного нарисовано. У нас в производственных компаниях часто возникает потребность, что нужно принять, то есть инспекция, потому что если ты приволочешь какую-то там бандуру на место уже ее использования, то окажется, что она не та, которую мы заказывали, то это будет совсем печально, потому что, ну, неизвестно, что это такое, и может там вообще брак какой-то. Поэтому есть инспекция. Не у всех она есть, но это один из элементов. Она бывает аутсорсится, то есть, набираешь людей, они приходят и проверяют, то ли ты вообще заказывал, то ли ты закупил. Бывает, что производственный процесс даже смотрит. Дальше. Инспекция, логистика, да, она никуда не девается, то есть нужно бывает, что не довести до базиса, то есть берем на FCA там или на XWork и везем. Логистика. Привезли, все доставили. И дальше нужны документы, постордеринг, да, мы так его называем, или там бэк-офис. Вот что здесь не хватает, как вы думаете? Вот чего нет? Коммерция отработала, инспекция проверила, логистика доставила, бэк-офис, документы, договоры, все подписал. Чего? Ну не стесняйтесь, ну чего не хватает? Кого? Ну выбор поставщика он здесь, коммерция. Он его выбрал, все, и дальше дело сделано. А? Бэк-офисе. Потребитель, ну заявку он сделал, мы его здесь в контуре не видим. Ну-ка. Стратегия в коммерции, мы сейчас к этому придем. Знаете, не буду мучить, не хватает диспетчеризации, которая сошьет всю эту историю и которая будет смотреть, а пришло ли вообще в нужное время диспетчер, который контролирует вообще движение всего потока. Для многих компаний, может быть, небольших, это не актуально, но для крупных компаний важно, чтобы каждый день понимать, а завод отгрузил, а она вообще едет, эта запчасть, а там готова ее принять. То есть еще диспетчеризация. Важный блок, о нем забывают. И вот я сейчас занимаюсь тем, что выделяю блок диспетчеризации, который будет ежедневно контролировать поставки материалов на точку. Вот это такая вот превью. Где у нас проходит категорийная стратегия? У нас коммерция. То есть пока мы не выделили коммерцию отдельно, заниматься категорийной стратегией достаточно сложно. Потому что это достаточно сложная такая вещь, это документ, который нужно осознавать. То есть нужно понимать рынок, нужно выделить отдельных людей, которые будут заниматься стратегией, которые понимают, что такое вообще рынок. Туда не нужно включать людей из бэк-офиса, которые подписывают договоры и занимаются чисто оформлением сделки и всей первичной документацией. Они добавленной стоимости никакой не дадут. Что такое стратегия? Стратегия – это некий план действий по классике. Это способ достижения цели. Цель у нас по закупкам может быть разной. Не обязательно это снижение цены, это может быть и повышение качества, это может быть и долю рынка какую-то увеличить. Категория товара – это совокупность каких-то особых свойств товара, которые присущи той или иной группе. Ну и категорийный менеджмент – это как раз то, что управляет категориями, определяет то, куда мы хотим прийти по этой категории. Вот это и есть стратегия закупок. То есть некий такой свод правил, план действий. Из чего он будет состоять? Ну, во-первых, конечно, команда, которая будет над этим работать. Потому что это не просто там сел, почесал сегодня, думаю, да, не написать ли мне категорийную стратегию. Отлично. Первое – это, конечно, выделение коммерческого блока, который занимается рынком, который понимает, что такое рынок, из чего он состоит. И это вот как раз и есть первая часть, первый такой элемент стратегии – это рынок. Что с ним? Куда он движется? Какие у него тренды? Кто на нем работает? Какие поставщики? Как они будут себя вести? Кто поставщики поставщика? Можно глубже копать. Как будет вести сырье, которое на этот товар расходуется? Что с ним будет? Как оно вело себя раньше? То есть это такая большая, кропотливая работа. Для этого можно использовать либо собственные ресурсы, если есть у вас менеджеры, которые хорошо владеют рынком, либо привлекать, конечно, экспертов, в том числе какие-то ресерч, какие-то обзоры рынков, чтобы понять, куда вообще это двигается. Второй блок – внутренняя потребность. Что с ней будет происходить? Куда мы будем двигаться? Вообще нужно ли нам этой стратегией заниматься? Может быть завтра нам этот товар вообще не нужен? То есть нам нужно понять, куда будет двигаться внутренний заказчик. Что для него важно? Какие качества товара? Какие особенности? Сколько он будет приобретать? То есть это изучение внутренней потребности. Не просто он там заявку бросил, а может быть у него там потребность достаточно длинная, и у нас стратегия будет сейчас, товар будет расти в цене, а нам надо сегодня его закупить, положить на склад, это будет дешевле, чем потом приобретать его на возросшем рынке. Вот это и будет изучение внутренней потребности. Как делают другие? Важно посмотреть по сторонам, по соседям. Из опыта, могу сказать, занимались стратегией закупки логистических услуг, контейнерных перевозок. Ездили в соседние компании, которые к нами не конкуренты, там тот же Русал и Лим. Встречались с такими же ребятами и закупщиками и спрашивали, а как вы делаете, как вы закупаете, а что вы делаете на рынке? Очень легко все делятся, общаются. То есть это такая хорошая возможность посмотреть вообще кто, что делает на этом рынке, куда идет, обменяться мнениями. Помогает понять, правильно ли идешь или неправильно, или может быть даже им помочь в чем-то. То есть люди задумаются действительно, может быть надо вот так. Порой даже объединиться усилиями, здесь нас, я надеюсь, не осудят, где-то объединиться в усилиях и выходить на рынок уже, может быть, консолидировано как-то. И уже третье, четвертое, самое последнее, как будем делать мы. То есть на базе того, что вы проанализировали, что с рынком, какая внутренняя потребность, как делают другие, вы уже сможете сделать какие-то умозаключения. Куда мы будем идти? Из чего будет исходить наша стратегия закупки? Это может быть документ на одной странице, это может быть документ большой, там с кучей презентаций, но главное, что в голове у закупщика сформировалось четкое понимание того, куда он дальше будет двигаться. В этом и есть его стратегия закупки. Понятно, что мы стратегию закупки по материалам, которые дают там, не знаю, один процент от объемов, ну, не делаем. То есть это, конечно, только по тем направлениям, где, по тем категориям, где это действительно важно, и это составляет какую-то значимую долю в бюджете компании. Потому что, ну, такими вещами заниматься дорого, да, это не рядовая задача. Что она дает, да, то есть она позволяет определить надежных поставщиков, с кем мы будем работать, снизить затраты, потому что мы понимаем, из чего, из каких драйверов затрат состоит тот или иной материал или услуга. Мы понимаем, что на них влияет, допустим, объем, да, мы знаем, что если мы, допустим, увеличим объем, то, наверное, это будет дешевле. Мы можем как-то договориться с нашими конкурентами, объединить, конкурентами, я имею в виду, партнерами, с которыми можно сделать какой-то своп или объединить объем. Скорость выполнения заказа, то есть мы понимаем, что влияет на поставщика, да, то есть если мы ему заявку даем в один срок, да, ему нужно там срочно чего-то закупать, может быть имеет смысл пересмотреть срок поставки, срок подачи заявки, делать какие-то предварительные заявки, чтобы он закупил материал, тогда это будет стоить дешевле. Повышение эффективности деятельности поставщиков, управляемость портфеля поставщиков, то есть можно выбрать определенные критерии, да, для работы с теми или иными поставщиками, для того, чтобы их как-то классифицировать. Ну и в целом экономия затрат на всю цепочку, да, снижение затрат на всю цепочку, потому что мы уже понимаем, от чего, от какого поставщика мы будем плясать, как эти запасы будут, как этот поставщик будет нам поставлять, возможно с ним там договориться, например, о поставках на консигнацию, да, это тоже как один из элементов стратегии. Но это уже такие больше, там, дополнительные плюшки к стратегии. Какие отличия, да, то есть вот существуют разные стратегии, да, можно там говорить о простой стратегии, когда мы просто прямым выбором, да, вот идем за хлебом, здесь такой пример, покупаем в первопопавшемся магазине, потому что нам нет смысла оценивать рынок там всех магазинов, которые продают хлеб, потому что это просто невыгодно экономически. А при приобретении каких-то важных вещей, ну вот об этом я уже говорил, которые составляют значимую долю в вашем бюджете, ну если вот про бытовой уровень, то это приобретение жилья, мы уже тоже формируем так или иначе свою стратегию покупки, как вы будете покупать это жилье, в каком месте, вы там затрачиваете больше усилий на это, то и в бизнесе то же самое, то есть мы смотрим глубоко на то, что приобретаем, как приобретаем. Ну вот из моего опыта стратегии, как мы ее формировали, есть такой небольшой слайд, то есть в конечном итоге что получается. Вот стратегия перевозка грузов универсальным транспортом, логистические услуги, перевозка FTL, крупнофурами по сути. Покупали всегда, проводили тендеры раз в три месяца, то есть каждые три месяца проводили тендеры. И это уже на рынке было понятно для всех, и каждые три месяца мы получали повышение, потому что поставщики, они знали, что вот придет три месяца и появляется возможность повысить стоимость. Но они всегда этому радовались, и у нас был рост просто колоссальный каждый месяц, каждые три месяца. Мы изучили рынок, посмотрели, встретились в том числе и с поставщиками, поняли, как нужно делать. Мы сделали что? Какие рычаги, посмотрели, влияют на то, чтобы получить снижение, а не рост. Это гарантия объемов перевозки, потому что для перевозчика важно, чтобы машина работала постоянно. Их индексация, то есть их беспокоило что? Что топливо поднимется, а мы им никак не проиндексируем, поэтому они сразу это закладывали в стоимость. Мы это сделали отдельной формулой, сказали, ребят, окей, топливо поднимается на 10%, мы вам индексируем, прописываем в договоре. Окей. Годовой контракт вместо трехмесячного. То есть они уже понимают, что за год они смогут настроить все потоки и будет работать транспорт. И соглашение об уровне сервиса, то есть каким-то образом сформулировать, как мы будем их оценивать, качество работы. И вот это позволило 7% снизить стоимость. На 7%. А стоимость, я рассказываю про предыдущую компанию, там порядка 10 миллиардов, это был бюджет перевозок. То есть вот, представляете, какой эффект, просто из-за того, что мы по-другому подошли к рынку, стали совершенно иначе закупать. Похожий пример по стратегии складской логистики. Но я, поскольку больше закупал услуги, то же самое. Мы взяли затраты, которые есть у наших поставщиков, посмотрели, на что мы можем повлиять. На фод, на объемы, на аренду. То есть мы по-разному смотрели. И тоже примерно такой же подход. Прогарантировали где-то объемы. Где-то мы смогли спрогнозировать объем, сколько мы привезем продукции на ответственное хранение, что также дало небольшой, тут меньше, конечно, порядка 2% эффект по снижению затрат. Вот основное, конечно, все собственники ждут от нас, от закупщиков снижения затрат. Это, естественно, основной драйвер для стратегии. И если этим заниматься профессионально, если подходить вот так глубоко, то результат не заставит себя долго ждать. Поэтому вас призываю, конечно, к этому. Если есть желание, если есть понимание того, как это делать, делайте, и точно результат будет не за горами. Понятно, навыки. То есть человек, возвращаясь опять к тому, с чего начал, прежде всего, конечно, надо выделить тех людей, которые будут заниматься, которые будут фронтить рынок и будут понимать вообще, о чем разговаривать с поставщиками. У меня все, коллеги. Спасибо, Роман. Ваши вопросы? Уже есть вопросы, да. Давайте начнем с зала. Павел Павел Селегдар. Скажите, пожалуйста, зачем компенсировать, если вы вводите формулу по дистопливу, да? Формула дистоплива, она достаточно проста. Это складские, вернее, базовая цена биржи сырьевой, тарифный, тарифный железнодорожный тариф или автомобильный, какая доставка у вас, наценка поставщика и за отсрочку кредитный процент. Все. И никаких компенсаций уже не надо. Нет, смотрите, мы компенсируем в случае ее изменения. То есть поставщик, когда дает... Она же считается от биржевой цены. Что компенсировать? Смотрите, у вас есть тариф. Правильно? Вы, когда заключаете договор с компанией, у вас есть прописанный тариф. Ну, допустим, 100 рублей. Поставщик говорит, что, ребят, я вам этот тариф гарантирую только при условии, если у меня топливо не будет расти. Я не знаю, как оно себя будет вести. И мы его оставляем за скобки. Так же, как и ЖД тариф, например. Мы говорим, что, окей, мы тебе прописываем, в случае, если топливо изменится на 10%, будет дорожать больше, чем 10% за год, мы дельту свыше 10%, мы тебе ее компенсируем. Если в течение действия договора мы видим, что по бирже топливо выросло, мы все тарифы просто проиндексировали на этот процент. Ну, то есть, мы берем, конечно, не в абсолюте процент топлива, мы взяли 30% составляющей топлива в тарифе. Его проиндексировали. И все. Вот таким образом. То же самое ЖД тариф, например. РЖД. Я вам могу сказать, мы намного проще решили. Мы просто заключаем годовой контракт и подтверждение ежемесячно делаем от тарифа. И все. Мы имеем тарифы РЖД, мы имеем биржевую цену. Все. Он нам фиксирует месячную, подтверждает месячную цену. Можно и так делать. Можно и каждый месяц. Просто количество транзакций у вас увеличивается. Вам нужно будет каждый месяц изменять ваши тарифы. Но мы подписываем доп. соглашение. Ну, да, можно и так. Разницы нет. То есть, по сути, то же самое, только вы это делаете, дискретность у вас более частая. Спасибо. Еще вопрос. Роман, меня зовут Кирилл. Я хотел задать вопрос. Вот вы показали примеры с хлебом и с квартирой. Ну, понятно, это вот крайности такие. А все-таки вот где в середине вот это вот определить значение, когда все-таки это уже категории или все-таки еще не категорийные? Ну, то есть, какие-то есть критерии? То есть, в крайности мы понимаем, а машина, например, но если в бытовом смысле. Я думаю, что вы просто до нее сами дойдете, когда поймете, что нету на это сил и времени. Но когда вот мы как начали? Мы взяли все объемы, которые у нас есть, вот все статьи затрат, там, закупка всего, взяли самые большие и начали просто вниз спускаться, стратегии делать все ниже, 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 ниже. И потом просто дошли до того, что ну все, это уже там одно и то же, прям просто там где-то копипастим какие-то вещи и все. То есть, вы сами найдете эту границу у себя. Просто нужно начать с самого емкого до там самого… Если есть желание, то можно идти по всем, да? То есть, там где-то будет у вас там совсем простая стратегия, что покупаем у первого попавшегося. И все. Это будет такая вот а-ля стратегия, но это тоже стратегия. Граница тонка. Спасибо. Спасибо. Ее как таковой нет. Все зависит от ваших ресурсов и желаний. Но начинать от крупного к меньшему. Да, Вера, МБН, Русагра. Какие у вас еще KPI с логистическими провайдерами, кроме своей временности? Ну, сейчас вот на память не скажу, но первое – это количество нарушений. У нас есть два вида… Ну, было, по прошлому опыту. Первое нарушение – это связанное с охраной труда и промбезопасностью на объектах. То есть машина, чтобы там заезжала исправно, чтобы там водители не в шортах, не в сланцах, чтобы там вот эта вот вся история была закрытая. Второе – это надежность именно доставки. То есть, чтобы груз не повреждался. Это был второй KPI. Третий – это своевременность доставки до точки. То есть, если мы прописываем лид тайм, транзит тайм какой-то, то он должен соблюдаться. Ну, и подача машины в день в день либо в окно, если работает принцип слотирования. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»